МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА До наступления нового 2020 года осталось менее 7 дней. С главными событиями к этому часу в студии Екатерина Дементьева. Сегодня в нашем выпуске вы узнаете. Очередное ЧУП после открытия ледовой переправы в районе Усть-Усы не заставило себя долго ждать. К сожалению, каждый год на этом участке нетерпеливые водители и предприниматели нарушают запреты, а их большие грузы проваливаются под лед. На устранение крупной аварии на коммунальном объекте на пересечении улиц Оленная и Нинецкая ушел не один месяц. Однако возобновление движения на этом участке произойдет только в летний период. Восстановить дорожное полотно невозможно по климатическим условиям. Об этом шла речь на совещании в мэрии. Сегодня днем на территории Нинецкого округа совершил вынужденную посадку вертолет Ми-8 компании Коми Авиатранс. 25 декабря 2019 года в 14.20 по московскому времени в Центр управления МЧС России по республике Коми поступило сообщение о том, что вертолет Ми-8 компании Коми Авиатранс совершил вынужденную посадку на территории Нинецкого округа в полутора километрах от Буровой Северная Хаяха. На борту находилось 23 человека, из них 4 члена экипажа. Все находившиеся на борту вахтовики были эвакуированы в Усинск. Буквально на днях 20 декабря в республике Коми открыли движение по ледовой переправе через Печору в районе села Усть-Уса. Автомобилисты Нинецкого округа знают, насколько этот участок с открытием зимника важен для поездки на Большую землю. Усинская ДРСУ предупредила, грузоподъемность ледовой переправы составляет 3 тонны, то есть проехать по ней пока могут только легковые автомобили и внедорожники. Чтобы выйти на максимальную грузоподъемность в 25 тонн, требуется продолжить работы по намораживанию ледовой переправы. К сожалению, каждый год на этом участке нетерпеливые водители и предприниматели нарушают запреты, а их большие грузы проваливаются под лед. Очередное ЧП после открытия переправы в районе Усть-Усы не заставило себя долго ждать. 24 декабря водитель автомобиля КАМАЗ, невзирая на запрещающие знаки, пытался пересечь ледовую переправу через реку Печора в районе села Усть-Уса, но лед не выдержал груз весом более 30 тонн. Задняя часть автомобиля провалилась под лед и оказалась в воде. По информации источника, большегруз зарегистрирован в Дагестане. На его борту находились продукты, которые должны были доставить в Усинск и Наринмар. Но произошедшее ЧП не научило других водителей думать головой. Не прошло и суток, как в этом же месте, буквально в 20 метрах от первого места происшествия, провалился под лед еще один большегруз – груженный 30-тонный КАМАЗ из Кирова. Как сообщают представители Усинского ДРСУ, в настоящее время проезд на этом участке Зимника из Усинска и в его сторону затруднен. На ледовой переправе ведутся восстановительные работы. Автолюбители на странице ВКонтакте «Клуб Усинских водителей» возмущаются. Ну сколько можно каждый год наступать на одни и те же грабли? И даже предлагают взыскивать с нарушителей средства на восстановительные работы. Вынужден был обратиться к жителям Усинска на своей странице ВКонтакте и глава городского округа Николай Такаев. Как говорится, накипело. Он просит водителей набраться терпения. А водители большегрузов убедительно прошу не торопиться и не выезжать на лед до тех пор, пока не будет объявлена допустимая грузоподъемность. Нарушая этот запрет, вы создаете опасность для других участников движения и лишаете возможности усинцев провести новогодние праздники за пределами города. Что касается обустройства Зимника на Ринмар-Усинск, то в эти дни строительные работы продолжаются. Приемка работ подрядчика назначена на 27 декабря. На устранение крупной аварии на коммунальном объекте на пересечении улиц Олены и Ненецкая ушел не один месяц. Однако возобновление движения на этом участке произойдет только в летний период. Восстановить дорожное полотно в настоящее время невозможно по климатическим условиям. Об этом шла речь на совещании в администрации Наринмара. Подробнее расскажет Александра Литкова. Асфальтовое покрытие провалилось на перекрестке улиц Ненецкая и Оленная еще в начале августа текущего года. В результате аварии на канализационном колодце предприятие объединенных котельных и тепловых сетей. На устранение аварии потребовалось 4 месяца. В начале декабря объект удалось восстановить. Теперь он работает в штатном режиме, а коммунальщики ликвидируют образовавшийся на месте аварии котлован. Что касается автомобильного движения на данном участке дороги, то его планируют возобновить не ранее июня следующего года. Сегодня этот вопрос обсудили депутаты городского совета и представители мэрии. Конечное восстановление дорожного покрытия планируется уже в июне месяце. И мы не могли эту ситуацию обойти стороной депутатский корпус. С целью того, чтобы данная ситуация не повторилась впредь, и нам нужно детальное исследование, сколько было затрачено средств на ликвидацию данной аварийной ситуации, причины и, наверное, самое главное, информирование и четкое понимание для жителей, которые проживают здесь, в многоквартирных домах, что эта ситуация никаким образом не грозит их строением, их жилью. В настоящее время специалисты ПОК и ТС завершают работы на месте аварии. В ходе обследования территории аварии было установлено, что она произошла из-за грунтовых вод, которые выдавили дно канализационного колодца. Работники ПОК и ТС восстановили водопровод и подключили дома к постоянной канализации. В ходе сегодняшнего совещания представитель мэрии пояснил, что случившийся провал земляного грунта в месте расположения коммунального объекта не должен повлиять на конструкции соседних домов. В предприятии были проведены дополнительные работы, и эти работы показали состояние, если все переживаем, что рядом находятся многоквартирные дома, то есть изменения, которые были при строительстве, которые сейчас произошли из возникновения грунтовых вод, то есть никак не повлекло на конструктив, рядом стоящих домов. Уже в январе следующего года Управление строительства ЖКХ и градостроительной деятельности Наринмара предоставит сведения о том, сколько средств было потрачено на ликвидацию аварии и дальнейшие восстановительные работы. До перехода на новую общероссийскую систему обращения с твердыми коммунальными отходами остается меньше недели. О готовности Ненинского округа к реформе ТКО и о том, как она повлияет на расходы жителей региона, шла речь на брифинге с участием представителей Управления по государственному регулированию тарифов, Департамента строительства ЖКХ энергетики и транспорта, Госстройжилнадзора, Окружного собрания депутатов и Администрации Заполярного района. Подробности в нашем следующем сюжете. С 2020 года за всю технологическую цепочку обращения с твердыми коммунальными отходами, начиная от сбора мусора на контейнерных площадках до его размещения на полигоне, будут отвечать региональные операторы. Напомню, в округе их два. Зону ответственности комбината по благоустройству и бытовому обслуживанию вошли Наринмар, поселок Искателей, Красная и Тельвиска. Севержилкомсервис будет осуществлять эти функции во всех остальных населенных пунктах округа. Если раньше каждый занимался, то есть кто-то образовывал мусор, кто-то мог отвозить, кто-то занимался утилизацией, кто-то занимался захоронением размещения, то есть это разные лица, то теперь процесс от момента попадания, то есть когда отходы попали в контейнер и когда рекоператор их взял себе, то есть вся цепочка это перевозу на ответственность. То есть он ответственен за все несанкционированные свалки, которые будут образовываться, то есть он должен их убрать и выставить счет тому лицу, кто эту свалку образовал, на чем земельном участке это образовалось. В связи с переходом на новую систему обращения с ТКО изменится и порядок оплаты данной услуги. С февраля месяца жители получат дополнительную платежную квитанцию, так же как по электроснабжению, по газоснабжению, то есть это будет, региональный оператор будет выставлять дополнительную платежку, эта сумма уйдет из строки за жилищные услуги, но она перейдет в коммунальные. Сейчас у нас можно, грубо говоря, многоквартирные дома разделить на несколько категорий. Значит, те многоквартирные дома, которые будут платить напрямую оригинальному оператору. Это многоквартирные дома, которые находятся в непосредственном управлении собственников, это многоквартирные дома, которых не выбран способ управления, те дома, которые находятся на временном управлении, то есть там, где управляющая компания назначена муниципалитетом, и многоквартирные дома, где собственники ранее приняли решение о заключении прямых договоров с ресурсовоснабжающими организациями. У нас уже достаточно много таких домов по городу в Заполярном районе, таких решений собственники не принимали, в искателях тоже там буквально 2-3 дома. Вот, значит, по такой категории домов, платежи, расчет платы будет делать сам оригинальный оператор. Соответственно, он будет сам выставлять платежные документы, собирать плату, работать с должниками. Это его обязанность. Ну и, соответственно, и перерасчеты тоже делать бы и том. Остальная часть домов, те, которые находятся в управляющей организации, и там собственники не приняли решение о заключении прямых договоров, там система начисления примерно останется той же. По словам Сергея Андреянова, переход услуги по сбору и вывозу мусора из жилищной в коммунальную дает ряд преимуществ. В частности, теперь власти региона смогут не только регулировать тарифы регионального оператора на оказание услуги и ограничивать ежегодный рост платы граждан в соответствии с установленным правительством России индексом, но и распространять на нее действия мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан. Речь идет о компенсации расходов на оплату коммунальных услуг. Плюс то, что это коммунальная услуга еще в том, что она подлежит перерасчету. То есть, если раньше мы платили вне зависимости от того, есть у нас люди в жилом помещении или нет, то есть мы должны плату за содержание были платить вне зависимости от пользования этой услугой, то теперь эта услуга подлежит перерасчету. Правила предоставления коммунальных услуг позволяют при нахождении более пяти дней вне жилого помещения получить перерасчет коммунальной услуги по обращению с ТКО. Для этого необходимо предоставить исполнителю услуги документы, подтверждающие отсутствие в квартире в определенный период. При этом, если в помещении никто не проживает круглый год, плата будет начисляться по количеству собственников. Кроме порядка платы за обращение с ТКО с 1 января 2020 года, изменится и принцип ее начисления. Не с квадратного метра жилья, как это происходит сейчас, а с каждого проживающего. Есть дома со стоимостью 18 рублей по квадратный метр. Соответственно, мы понимаем, что есть, допустим, одиноко проживающий гражданин, вот Ленина 29, в квартире 70 метров, то при плате управляющей компании 10 рублей с квадратного метра он платит ежемесячно в стоимости жилищных услуг 700 рублей. В регионе разработан норматив накопления мусора на одного человека в год. Нормативы эти дифференцированы. Сельские населенные пункты 1,16 км в год, город 2,66. Надо сказать, что в части городских МКД мы проверяли эти показатели по тем данным учетам, которые располагают управляющие компании, перевозчики, МОПКБ и БОО. Да, действительно, такой объем накопления формируется. Но это опять же, надо понимать, что это некий средний. У одних людей отходов меньше, у других больше. Если перевести его в визуализацию, то есть визуализировать этот объем, то это в сутки где-то по городу кубик с гранями 20 см, а по сельским поселениям это такой же кубик с гранями по 15 см. Ну, то есть, чтобы понимать, какой это пакет и какой это объем. Значит, много ли это и мало? В любом случае, ни в одном субъекте нет четких данных. Ни в одном субъекте, сколько действительно объем мусора. Потому что это покажет только практика. Ранее этот объем не считался. Когда мы начнем реализовывать эту систему, то есть, когда люди начнут платить, когда мы начнем анализировать этот объем мусора, конечно же, драмативы могут быть изменены в ту или иную сторону. В отличие от жителей городской агломерации, плата за сбор и вывоз мусора станет совершенно новой статьей расходов для семейного бюджета жителей сельских населенных пунктов. Если по городу рост незначительный, то по селу, конечно же, мы увидим, что раньше люди не платили за мусор. Но и раньше мусор действительно утилизировался самостоятельно. То есть, сжигался, что нельзя было сжечь, выносили, выбрасывали так просто. И мы видим те несанкционированные свалки, которые у нас в населенных пунктах. Мы ежегодно, последние три года, выделяем деньги району, в том числе и городу, на ликвидацию несанкционированных свалок. Как пояснила заместитель главы администрации Заполярного района по инфраструктурному развитию Надежда Михайлова, сегодня сельское население не несет никаких расходов по обращению с ТКО. С 2020 года ситуация изменится. Будет проезжать техника в определенные дни, в определенное время. Население будет знать и уже непосредственно выносить к этому времени мусор. В санях, в Волокуши, прицепе, неважно, как это будет организовано, будет ездить рабочий. И уже непосредственно от населения принимать этот мусор, складывать в эти мягкие контейнеры, и дальше уже везти на место складирования отходов, и там уже складывать эти мешки. То есть вот на сегодня, с 1 января, планируем эту работу провести так. На сегодня с главами муниципальных образований проводится такая очень плотная работа, в плане того, чтобы они проводили встречи с населением, чтобы население тоже какие-то свои предпочтения высказывали и определили те места, где вот, по каким маршрутам будет ездить та техника северного сельска. В сельских поселениях отходы будут складироваться в специальных местах накопления ТКО. В течение 11 месяцев региональный оператор Севержилкомсервис будет обязан вывезти их для обезвреживания в Наринмар. Прогнозируемый тариф Севержилкомсервиса по транспортировке речным путем составит порядка 8,5 тысяч рублей с учетом НДС. Морем – порядка 18 тысяч. Сейчас весь мусор, неважно, где он находится, хоть на западе, хоть на востоке, хоть на Наринмаре, по реке, это все будет возиться в Наринмар. Почему такие цены, ну, тариф такой большой по морю, потому что везти по морю отходы из дальних населенных пунктов Наринмар, конечно, очень затратно. И на сегодня по реке, если мы понимаем, что у нас есть Севержилкомсервис, у него есть база своя, они сами могут этот процесс организовать, по морю на сегодня перевозчика найти очень сложно. Севержилкомсервис прорабатывал различные варианты, делал очень много коммерческих предложений. В итоге везде ответы отрицательные, поэтому будем еще в течение начала года, будем, конечно, проводить и конкурсные процедуры, но и параллельно искать перевозчика по морю, чтобы все-таки мусор нам соблюсти закон в течение 11 месяцев вывезти его в город Наринмар. По словам Сергея Андреянова, из-за высокой стоимости транспортировки расходы двух региональных операторов практически равнозначны. А мы понимаем, что общий объем отходов по Заполярному району, он где-то в 8 раз меньше, чем у города. И в связи с малым количеством объема, у нас расходы сопоставимы, экономически обоснованная стоимость кубометра у Севержилкомсервис, она практически в 10 раз выше, чем по городу Наринмара. И здесь, безусловно, без субсидирования, без льготного тарифа для населения не обойтись. На заключительной в уходящем году сессии депутаты окружного собрания приняли закон о льготах по оплате услуг в области обращения с твердыми коммунальными отходами. С учетом данного тарифа и норматива накопления коммунальных отходов для жителей Наринмара и поселка Искателей ежемесячная оплата составит не более 140 рублей в месяц на каждого зарегистрированного в жилом помещении человека. Для сельских жителей с учетом норматива накопления 61 рубль. На комиссии по бюджету и экономической политике мы внимательно рассматривали данный вопрос. Очень много вопросов задавали Сергею Анатольевичу, Павлу Александровичу, потому что это новые на самом деле. И принято было решение, что, несомненно, это архиважный вопрос, его необходимо принять. Но в то же время мы взяли под контроль, под свой, и решили, что после первого квартала вместе с администрацией мы проанализируем эту работу и будем дальше уже двигаться. Как отметили участники брифинга, планируется, что вся необходимая инфраструктура обработки отходов будет создаваться поэтапно и должна быть запущена к 2025 году. В нее войдут сортировочный комплекс, объекты по обезвреживанию и утилизации ТКО, высокотехнологичный полигон и будут созданы площадки накопления отходов в селах. Что касается договоров на оказание услуг по обращению с ТКО, жителям многоквартирных домов и частного сектора, услуга по приему и вывозу твердых коммунальных отходов будет предоставляться в рамках договора публичной оферты. С текстом типового договора, установленного правительством, можно ознакомиться на сайте регионального оператора. Ирина Никешина, Леонид Шишелов, Телеканал Север.